Глава 24. Святость. Бог свят. Он является апофеозом святости, источником, из которого она льется в мир. В своем мире Бог установил пределы как для святости, так и для обособленности. Святость Он дал Израилю. Цитата. Будьте святы для меня. Шмот 22.30. Ваш стан должен быть свят. Дворим 23.15. Сфорна комментирует последний стих так. От нечестия и мерзости. Конец цитаты. Вайкра 20.26. Святость – это основание мира. Ее можно определить как совершенство, чистоту, отсутствие всякой мерзости, духовной нечистоты, эгоизма, похоти. Мы должны усердно работать над тем, чтобы святость наполнила наше сердце. Иди к народу и освяти их. Шмот 19.10. Ираша комментирует. Подготовь их, чтобы они могли освятиться. Конец цитаты. Необходима готовность сердца и души к святости и чистоте. Противоположность святости – хулин, несвятость. От корня – халал, вакуум. Нерелигиозный еврей – это вакуум, в котором нет святости. Да, святость – это основание и мира, и Израиля, поскольку ради святости созданы и мир, и Израиль – Божий посланник в мире. Израиль должен подражать Богу, его качествам и путям, чтобы стать светом для народов и привести мир к абсолютному добру. Мудрецы сказали, Турат Куанин к душим один. Если вы осветите себя, я буду считать, что этим вы осветили меня. Если вы не осветите себя, я буду относиться к вам так, как будто бы вы не осветили меня. Аббошаул сказал, Израиль – это царство света, и они должны подражать царю. Конец цитаты. Другими словами, Израиль, будучи Божьей свитой, должен подражать ему, стараться быть похожим на него настолько, насколько возможно для человека. Если израильтяне это делают, Бог как бы духовно возвышается Сам. Это важная заповедь. Помните и храните все мои заповеди и будьте святы вашему Богу. Бемидбар 15.40 Сифри комментирует. Шлах 115. В этом святость всех заповедей. Конец цитаты. Иначе говоря, через заповеди Израиль становится святее, ради чего Бог и вывел его из Египта. Впрочем, об этом чуть ниже. В Айкра 11.44-45 мы читаем. Ибо Я, Господь, ваш Бог. И поскольку Я свят, вы тоже должны стать святы и оставаться освященными. Поэтому не оскверняйте свои души, принимая в пищу мелких животных, живущих на земле. Я, Господь, и Я вывел вас из Египта, чтобы быть вашим Богом. Поэтому, поскольку Я свят, вы тоже должны быть святы. Конец цитаты. Мы видим, что Бог дает Израилю заповедь святости дважды. Почему? Цитата. Поскольку Я свят. Конец цитаты. Иначе говоря, как Бог свят, так и мы должны быть святы. Мудрецы обращают внимание на эту мысль в Танхуме, к Дашим 5. Вы должны стать святы. Почему мы должны это сделать? Бог прикрепил нас к своим чреслам, как сказано, как пояс прикрепляется к чреслам человека. Ирмиягу 13.11. Следовательно, вы должны быть святы, поскольку Я, Господь, ваш Бог, и Я свят. Вайкра 19.2. Конец цитаты. В Турад-Куаним Шмини 12.12 говорится, «Как Я свят, так и вы святы. Как Я отделен, так и вы должны отделиться». Конец цитаты. Вот определение святости, отделение от мерзостей, нечистоты и зверств мира и прикрепление к чистоте, духовности, добру и ярму неба с целью возвыситься и осветиться. Зверь – это всегда раб физических желаний и похотей. Животное не может отделиться от своей животной сущности, поскольку оно таким создано. Зачем? Чтобы дать человеку наглядный пример поведения, которого он должен избегать. Перед Израилем поставлена задача обуздать свои страсти, что объясняет, почему заповедь святости звучит так часто. В жизни нам постоянно приходится бороться с похотью и желаниями, будь то в еде и в супружеских отношениях. Вопросу пищи посвящена вторая часть 11 главы книги Вайкра и почти вся 14 глава Дворим. В частности, в Дворим 14.2.3 говорится «Вы – народ, посвященный Господу вашему Богу. Не ешьте никакие мерзости!» Ибн Эзра объясняет «Все, что мерзко для чистой души, например, ползучие твари земли». Конец цитаты. Вайкра Раба 13.3 «Вот млекопитающие, которых вы можете есть». Дворим 14.4 «Комментарий, как сказано, «Всякое Божье изречение очищает». Мишлей 35. Раб сказал «Заповеди были даны Израилю только для того, чтобы человек был очищен». Конец цитаты. Иными словами, ограничения в пище служат очищению и освящению человека, учат его обуздывать стремление есть и получать удовольствие от пищи. Что касается отношений в браке, Бог особо выделил важность святости. Непосредственно перед разделом, посвященным прелюбодеянию, звучит повеление «Вы должны осветить себя и быть святы» в Икра 27. Хотя в основном в этом стихе говорится об идолопоклонстве, Турат Куаним к душим 10, он также касается и прелюбодеяния. Мудрецы объясняют в Икра раба 24.6 «Почему раздел о сексуальном грехе помещен сразу же после раздела о святости? Чтобы научить, что везде, где мы видим отделение от сексуального греха, мы видим и святость. Это соотносится с высказыванием раби Иуды, раби Иуды бен Пази, который сказал, «Кто ограждает себя от сексуального греха, называется святым». Конец цитаты. В Бемидбар 15.39.40 говорится «Вы должны помнить все Божьи заповеди, чтобы хранить их. Тогда вы не уклонитесь в свет за своим сердцем и глазами, которые приводили вас к безнравственности. Тогда вы запомните и сохраните все мои заповеди и будете святы вашему Богу». Конец цитаты. Так заповеди защищают от безнравственности и животных поступков, оскверняющих душу и делающих человека богохульным. В Брахот 12.00 мудрецы объясняют «Вслед за своим сердцем означает ересь, как сказано «Негодяй говорит в своем сердце нет Бога»» Таилим 14.1. «Вслед за своими глазами означает запрещенные сексуальные мысли. Безнравственность означает мысли об идолопоклонстве». Конец цитаты. «Все это – грехи похоти, включая сексуальный грех. Что касается ереси, она возникает тогда, когда человек отбрасывает свое ярмо и подчиняется собственной похоти и высокомерию. Идолопоклонство побуждает думать, что сексуальный грех вполне допустим» в Санедрин 63 бет. Скорее всего, об этом же сказано и в Санедрин 102 бет, где Манасия явился во сне раби Аши и сказал ему «Если бы ты там был, ты бы поднял подол и устремился за мной к идолопоклонству». Конец цитаты. Раша объясняет «Из-за страсти идолопоклонства, которое одолевает». Конец цитаты. Как известно, в то время идолопоклонство шло рука об руку с тяжелейшими сексуальными грехами, что и делало его столь привлекательным. Мудрецы говорят, Бамидбар-раба 10.2, что побудило Бога потребовать от Израиля, чтобы его сердце и глаза следовали за ним. Это потому, что от них зависит грех. Как сказано, не уклоняйся вслед своему сердцу и глазам. Сердце и глаза – это два орудия греха». Конец цитаты. Великий орел Рамбам включил в свой труд Сефер как душа, книга святости, входящий в состав Мишна Тора, законы о сексуальном грехе и запрещенных видах пищи. По его мнению, когда человек вожделеет этих вещей, он начинает скатываться к животному состоянию. Похоть и вожделение – мощное орудие злого позыва внутри нас. И как же тяжело с ними бороться. Мудрецы объясняют Иерусалимский Талмуд, Шаббат, 14, 3. «Бог возьмет все ваши болезни», Дворим, 7, 15. Комментарий. «Это злой позыв, начало которого сладко, но конец горек». Конец цитаты. «Вожделение греха – это болезнь и велика награда того, кто удаляет себя от вожделения своего сердца. Она в десять раз больше обычной, ведь человек не только обуздал собственные страсти, но и осветился и возвысился духовно». Именно об этом говорится в Шмот, 22, 30. «Будьте святым народом для меня, не ешьте плоть, разорванную в поле хищникам». Конец цитаты. Рамбам пишет в заключении «Илхот из Сурей-Биа, 22, 18, 20». «Во всей Торе нет иного такого тяжелого запрета для большинства людей, как требование покончить с сексуальной безнравственностью и прелюбодеянием. Наши мудрецы говорят, что когда Израиль услышал заповедь о сексуальной нравственности, они заплакали и приняли эту заповедь с сожалением и плачем, как сказано. «Моше услышал, как народ плачет о своих семьях» Бемидбар, 11, 10, то есть о вопросах, связанных с семьей. «Наши мудрецы сказали, что душа человека жаждет и вожделеет воровства и сексуального греха, и мы не находим ни одного общества, ни в одну эпоху, где бы не было людей, нарушающих законы сексуальной нравственности и запрещенного сожительства». Наши мудрецы далее сказали, «Большинство поддается воровству, меньшинство поддается сексуальному греху, и все используют речь, граничащую с запрещенными сплетнями». Конец цитаты. «Таким образом, человеку следует подавлять свой злой позыв в этом отношении и привыкать к чрезвычайной святости, чистой мысли и правильной точки зрения, чтобы спастись от них». Конец цитаты. Рамбам отмечает, что мудрецы причисляли к этому списку вожделений «Еще и воровство». В Макот 23б сказано, «Будьте предельно осторожны, чтобы не есть кровь». Дворим 12.23 Комментарий. «Если человек получает награду, воздерживаясь от крови, нечто, что люди находят отталкивающим, то в насколько большей степени это относится к воровству и сексуальному греху, которых человек жаждет и вожделеет. Если он воздерживается от них, он обретет награду и себе, и всем будущим поколениям до конца времен». Конец цитаты. Тора говорит, «Не оскверняйте свои души, принимая в пищу любое из мелких животных, живущих на земле. Я – Господь, и я вывел вас из Египта, чтобы быть вашим Богом. Поэтому, поскольку я свят, вы также должны оставаться святы». Вейкра 11.44.45 «Бог вывел нас из Египта, чтобы мы признали Его своим Богом и исполняли Его заповеди, освящающие нас». Мудрецы говорят, Торат Куаним Шмини 12, «Я – Господь, и я вывел вас из Египта». Комментарий. «Я вывел вас из Египта при условии, что вы примете ярмо заповеди, ибо всякий, кто признает ярмо заповеди, признает исход из Египта, и кто отвергает первое, отвергает и последнее». Конец цитаты. Здесь содержится важный урок. «Есть два вида ярма – ярмо неба и ярмо заповедей. Многие утверждают, что принимают ярмо владычества Бога, верят в высшую силу, в ее величие и доброту, но при этом отвергают ярмо заповедей. Такие люди заявляют, что Тора Моше – не слово Бога, и потому сомневаются и в заповедях. Мудрецы считают таких людей лицемерами, поскольку отрицанием заповедей письменной и устной Торы Моше они показывают, что не верят ни в исход из Египта, ни в способность Бога спасать свой народ, ни, следовательно, в само его существование. В Египте действительно произошли все чудеса, описанные в Торе, и отрицание этих чудес автоматически означает отрицание самого Творца. Вообще, весь исход и все связанные с ним события служили только одной цели – вселить в сердца израильтян твердую убежденность в том, что нет иного Бога, кроме Всемогущего. Раз так, то мы обязаны подчиниться ярму заповедей и исполнять их. Торат Куаним продолжает «Чтобы быть вашим Богом» Комментарий «Против вашей воли» «Поскольку я свят, вы тоже должны оставаться святы» Комментарий «Как я свят, так же и вы должны быть святы, как я отделен, так же должны и вы» Конец цитаты Вопрос не в том, чего евреи хотят, а чего не хотят. Поскольку евреи избранный народ Бога, они обязаны принимать Его заповеди и Его определение святости. Цитата «Вы вспомните и сохраните все мои заповеди и будете святы для своего Бога». Я, Господь, ваш Бог, Который вывел вас из Египта, чтобы быть вашим Богом. Я, Господь, ваш Бог». Бемидбар, 15, 40, 41 «Еврейский народ – это не просто один из многих народов с их глупыми представлениями о национализме и суверенитете, флаге и территории, с их бессмысленной независимостью и эгоцентризмом. Чем одно государство и один флаг отличаются от сотен других? Какой смысл создавать отдельные страны, если они ссорятся и дерутся между собой? Светский национализм пронизан глупостью, эгоизмом и расизмом. В отличие от других народов, еврейский народ существует не ради националистических соображений, но для священной цели – принять ярмо неба и исполнять Божьи заповеди. Если евреи все это исполняют, тогда их земля, государство, правительство, армия и флаг будут обладать значимой положительной ценностью, как часть заповедей Торы. Сифри говорит, Шлах 115 Почему мы упоминаем исход из Египта в отношении столь многих заповедей? Это как царь, чей любимый сын захвачен в плен, и когда он освободил его, он освободил его не как сына, но как раба. Если бы сын позже отверг какой-то из его приказов, царь сказал бы, Ты мой раб. Когда царь входил в город, он бы говорил своему сыну, Завяжи мои сандалии и неси мою одежду в банный дом. Сын начал отдаляться, поэтому царь издал указ, подтверждающий, что он раб. Точно так же, когда Бог освободил семя своего возлюбленного Авраама, он освободил их не как сыновей, но как рабов. Поэтому, когда он издавал приказ, и они отказывались ему подчиняться, он мог сказать, Вы мои рабы. Когда они пошли в пустыню, он начал издавать заповеди, какие-то легкие, а какие-то трудные, шаббат, сексуальные запреты, цицит, тфелин и другие, и Израиль начал отдаляться. Бог сказал, Вы мои рабы. Это было условием вашего освобождения, поэтому, если я приказываю что-то, вы должны исполнять. Конец цитаты. В Медраше мы читаем, «Я Господь ваш Бог», Бемидбар 15, 41. Комментарий. Почему об этом говорится, когда только что было сказано, «Я Господь ваш Бог, который вывел вас из земли Египта»? Это для того, чтобы Израиль не сказал, «Почему Бог дал нам заповеди? Ведь если мы будем их исполнять, мы получим награду. Давайте не будем исполнять и забудем о награде». Это примерно то, что Израиль сказал Ехескелю, как мы читаем, «Один из старейшин Израиля пришел спросить Господа и сел передо мной». Ехескель, 21. Они спросили его, «Когда Господин продает своего раба, разве этот раб не покидает жилище своего Господина?» Ехескель ответил, «Да». Тогда они сказали, «Поскольку Бог продал нас народам мира, мы оставили его жилище». Он ответил, «Если Господин продает своего раба с намерением вернуть его, покидает ли раб жилище своего Господина?» «То, что приходит тебе на ум, никогда не исполнится. Ты говоришь, мы будем как народы, как семьи людей, служащих дереву и камню». «Жив я», говорит Господь Бог, «непременно с могучей рукой, простертой рукой и излитым гневом я буду царем над вами». Ехескель, 20.32.33 С могучей рукой это относится к эпидемии, как в стихе «Рука Господа будет опрощена против вашего скота» Шмот 9.3 И с простертой рукой это относится к мечу, как в стихе «Обнаженный меч в его руке простерт над Иерусалимом» Первая летопись, 21.16 И с излитым гневом это относится к голоду, «Когда я подвергну вас всем этим наказанием одно за другим, я буду править вами против вашей воли» Конец цитаты Бог не просто вывел Израиль из Египта, Он поднял их оттуда Цитата «Я Господь и я поднял вас из Египта, чтобы быть вашим Богом, поэтому, поскольку я свят, вы также должны оставаться святы» Вайкра 11.45 Избавление из Египта служило духовному возвышению из животного состояния Бог отдал евреев в рабство не где-то, а именно в Египте, который даже физически расположен очень низко, чтобы затем они перешли в более высокую местность в Эрецисраэль В Бава Митсия 61 Бет Раби Ханина из Суры спрашивает Равину «Почему в Айкра 11.45 Бог использовал слово «поднять»?» Равина ответил так «Как мы узнали в школе рабе Ишмаэля?» «Бог сказал, если бы я вывел Израиль из Египта только для того, чтобы они не осквернялись мелкими животными, уже этого мне было бы достаточно» Конец цитаты «Бог создал мир с мудростью и совершенством» Он сделал так, что животные ходят на четырех ногах и близко к земле Мы сразу понимаем, что они лишены духа, с помощью которого человек различает добро и зло, чистоту и нечистоту, святость и богохульство Нет у них и понимания Божьей святости и величия, его качеств и заповедей С другой стороны, человек ходит высоко, ради чего Бог и создал его Бог поставил человека на две ноги, чтобы ясно подчеркнуть разницу между человеком и животным Человек стоит прямо и ходит высоко над землей, где обитает все низкое и животное Это символизирует его исключительность и возвышенное предназначение подняться из животного состояния Бог поднял Израиль, самый возвышенный народ, чтобы он вышел из Египта и достиг наивысшей точки своего духовного развития Он запретил им есть некоторые виды животных, чтобы они научились подавлять свои страсти Самые низкие из животных даже объявлены шекец – мерзость Есть разные виды животных Некоторые крупные виды диких и домашних животных ходят на четырех ногах Они не находятся в таком униженном состоянии, как более мелкие виды ползающих животных Тора объясняет Вейкра 11.41.44 Всякое мелкое животное, ползающее по земле – мерзость шекец Есть его нельзя Так вам нельзя есть никакое животное, ползающее на животе, либо имеющее четыре и более ног, ползающее по земле Это мерзость Не оскверняйтесь, принимая в пищу мелких присмыкающихся животных Не делайте себя нечистыми через них, потому что это сделает вас духовно бесчувственными Ибо Я – Господь, ваш Бог и поскольку Я – свят, вы тоже должны быть святы и освящены Поэтому не оскверняйте свои души, принимая в пищу мелких животных, ползающих по земле Конец цитаты Бог поднял человека с земли, из которой он был создан, чтобы принять ярмо неба Точно так же Бог создал пересмыкающихся животных как символ осквернения и животного начала Они противопоставляются величию неба и духовному величию человека, освобожденного от власти земли и высоко стоящего на двух ногах Вот почему Бог назвал таких животных мерзостью Урок исхода именно в этом Израиль возвысился из Египта для духовного развития Если еврей это понимает, если осознает пропасть между собственным величием и мелкими созданиями земли, если понимает их символизм и исключает их из своего рациона, то этого уже достаточно, ибо в этом состоит все предназначение человека Отвратительное пересмыкающееся лишь символизирует поступки людей, превращающих мир из чистого и святого в мерзкий и отвратительный Об этом говорится в Михилте Итро Месехтаде Баходеш 2 «Теперь, если вы исполните мои заповеди, то вы станете моим особым сокровищем среди всех народов, хотя мир и так мой, вы станете царством коэнов и святым народом мне» Шмот 19, 5, 6 Комментарий «Бог назвал Израиль народом, как сказано «Кто, как твой народ Израиль, уникальный народ на земле» Первая летопись 17, 21 И Он назвал их святыми, они святы и отделены от народов мира и их шикуцим мерзостей» Конец цитаты «Называя идолопоклонство шикуц мерзостью, Бог сравнивает его с шекец, небольшим пересмыкающимся» Цитата «Избегай идолопоклонства совершенно, считай его полностью оскорбительным, это запрещено» Дворим 7, 26 Аналогичная мысль встречается и в Вайкра 18, 30 «Храните мое руководство и не исполняйте извращенные обычаи, которым вы следовали до вашего прихода, чтобы не оскверниться ими Я, Господь, ваш Бог» Конец цитаты Мудрецы комментируют Турат Куанин, Ахарей Мод, 13 «Не становитесь нечестивыми через них, оскверняя себя» Вайкра 11, 43 Комментарий «Если вы станете нечистыми через них, это сделает вас непригодными, Какое мне удовольствие от вас, если вы подвергнетесь уничтожению?» Поэтому говорится «Я Господь, ваш Бог» Конец цитаты В конце фразы «Веенитметембам» пропущен алиф В конце корня «Таме» Нечистый Мудрецы объясняют Йома 39 алиф «Грех притупляет» «Метамтемет» Сердце человека Как сказано «Не становитесь нечистыми через них, чтобы не стать духовно бесчувственными» «Веенитматем» Следует читать «Не венитметем» «Вы станете нечистыми», но «Унетамтем» «Вы станете духовно бесчувственными» Конец цитаты Дело в том, что заповеди открывают для человека путь к духовности. Они очищают его чувства и душу так, что он начинает различать между грехом и заповедями, Добром и злом, святостью и нечистотой. Чем более он свят и чист, тем чище его чувства, и тем лучше он умеет отличать истину от лжи. Грех, напротив, делает человека духовно бесчувственным, огрубляет душу и чувства. Загрязненная форма загрязняет и содержание, душу. Царь Шломо сказал, «Если кто-либо затыкает уши при возгласе бедных, он сам возгласит, но не получит ответа». Мишли 21.13 Слово «отимут», «остановка», лингвистически близко к слову «тума», «осквернение». Затыкая свои уши, как бы останавливая их, человек оскверняется. Далее в Йома говорится, «Если человек оскверняется лишь немного, небо оскверняет его много». Раша объясняет, «Небо позволяет ему оскверниться много». Другими словами, естественным результатом нечистоты является духовная бесчувственность. Следовательно, если Израиль осквернился и стал духовно бесчувственным, он перестает приносить удовольствие Богу. Получается, что Бог зря создал Израиль, и его следует уничтожить. Об этом же говорит Мехилта Мешпатим 20. «Когда вы святы, вы Мои». Бог говорит, «Если вы исполняете свою особую задачу быть святыми, вы принадлежите Мне. Вы дети и слуги, которых я жалел. Если же нет, то какое удовольствие я получу от вас? Тогда нет причин для существования и вас, и Вселенной». Конец цитаты. Бог дал Израилю естественную святость, которой другие народы лишены. Каждая заповедь, которую исполняет еврей, увеличивает эту святость, тогда как каждый грех отупляет и оскверняет его душу. «Каждая дополнительная заповедь увеличивает святость Израиля». Мехилта там же. Комментарий. Цитата. «Каждая дополнительная заповедь увеличивает святость Израиля». Мехилта там же. Комментарий. «Каждая заповедь очищает душу, освящает и возвышает человека». Воровство и грех объясняются мудрецами в том же ключе, что и пищевые запреты. Цель и тех, и других – подавить злые порывы и возвыситься над собственными похотями. Для этого Бог и вывел Израиль из Египта. Турат Куанин к Душим, глава 8. Цитата. «Не ходите путями Египта, где вы когда-то жили» – Вайкра 18.3. Иными словами, нужно избегать дел, из-за которых Бог вывел нас из Египта. Мудрецы пишут, «Я Господь, чье владычество вы приняли на себя в Египте?» И Израиль ответил, «Да, вы приняли мое владычество, примите мои постановления. Не ходите путями Египта, где вы когда-то жили» – Турат Куаним, Ахарей Мод, глава 13. Конец цитаты. «Как уже упоминалось, Израиль – избранный народ Бога, особый, драгоценный, возвышенный и святой. Эту святость они заслужили как сами, так и благодаря патриархам. Осинайское откровение очистило их души». «Да, Израиль чист и свят, как народ. Однако каждый еврей, как индивидуум, тоже должен освящать себя, пока не достигнет уровня руаха-кодыш, Бога вдохновенности». Раби Пинхас бен Яир объясняет, Авадазара 20 бет. «Изучение Торы ведет к осторожности. Осторожность ведет к готовности. Готовность ведет к безгреховности. Безгреховность ведет к воздержанию. Воздержание ведет к чистоте. Чистота ведет к святости. Святость ведет к смирению. Смирение ведет к боязни греха. Боязнь греха ведет к праведности. Праведность ведет к руаха-кодыш. Руаха-кодыш ведет к возрождению мертвых». Итак, наша цель – достичь высшей святости руаха-кодыш. Когда Тора заповедует быть святыми в Айкра 19.2, речь идет о том, что мы должны увеличивать свою святость, что постепенно приведет к высшему духовному уровню руаха-кодыш. Чтобы его достичь, недостаточно лишь исполнять заповеди. В конце концов, святость – это не более чем понятие, ценность, черта характера. Человек должен освящаться постоянно, день за днем, во всех своих поступках, даже когда они не запрещены галахой. Об этом мудрецы говорят в Евамот 20.2. «Очистите себя через то, что разрешено». Самый лучший комментарий на эту тему принадлежит Рамбану в Айкра 19.2, где он объясняет понятие руаха-кодыш. «Вы должны быть святы. Отделитесь от сексуальной распущенности и других грехов. Везде, где мы видим защиту от распущенности, мы видим святость». Конец цитаты. «Это Раши. Но вторатку о ним говорится просто. Ты должен быть воздерживающимся». Конец цитаты. «Оттуда известно также, поскольку я свят, ты тоже должен стать святым и оставаться освященным». В Айкра 11.14. Комментарий. «Как я свят, так же и ты должен быть свят. Как я, Паруш, воздерживающийся, так и ты должен быть воздерживающимся». По моему мнению, это воздержание не ведет к отделению от сексуального греха, как объяснил Раши. Скорее, это то воздержание, что упоминается во всем Талмуде, а его исполняющие названы Прушим. Тора предостерегает от сексуального греха и запрещенной пищи, но разрешает сожительство мужа с женой и употребление в пищу мяса и вина. Следовательно, похотливый человек может найти выход своим вожделением со своей женой или женами, или потребляя мясо и вино с ненасытностью, или свободно использовать все грязные обороты речи, что не запрещается Торой. Да, но он будет негодяем в рамках Торы. Следовательно, Тора, перечислив абсолютные запреты, предписывает общую заповедь воздерживаться от разрешенного. «Человек должен ограничить сожительство», как говорят мудрецы. «Ученые Торы не должны сожительствовать со своими женами с частотой петуха». Конец цитаты. «Человек должен сожительствовать не чаще, чем необходимо для выполнения заповедей». Более того, человек должен ограничить и потребление вина, поскольку Тора называет Назарея святым, и помнить зло, которое Тора связывает с вином на примере Ноя и Лота. Также человек должен удалиться от нечистоты, хотя Тора и не призывает нас к этому. Как заметили наши мудрецы, «Прушим относится к одежде глупцов так, будто она порождает нечистоту, и, следовательно, избегают контакта с ней». Подобным же образом святость Назарея говорит о том, что он избегает нечистоты мертвых. Человек должен также следить за своими устами, чтобы не осквернять их обжорством и грязной речью. Как говорит Писание, «Всякие уста говорят развратное». Ишаяу 9.16 Человек должен освящаться этим способом, пока не достигнет пришут, воздержания. Действительно, наши мудрецы говорили, что Раби Хия никогда в жизни не участвовал в праздной болтовне. Конец цитаты Но возможно ли достичь такого уровня святости, при котором человек должен в прямом смысле слова перевернуть с ног на голову свою природу, пойти против всех своих физических и эмоциональных потребностей? Ибн Эзра дает ответ на этот вопрос в своих комментариях к заповеди невожделей. Шмот 20.14 Комментарий Многие люди будут озадачены этой заповедью. Как возможно, чтобы человек не желал в своем сердце чего-то красивого? Я отвечу притчей. Если разумный крестьянин видит красивую принцессу, он не будет желать переспать с ней, потому что знает, что это невозможно. Разумный человек не будет желать по той же причине. Зная, что Бог запретил ему жену его ближнего, она будет казаться для него еще более далекой, чем принцесса для крестьянина. Поэтому он будет счастлив тем, что у него есть, и не будет вожделеть и желать чужого. Он будет знать, что Бог не пожелал дать это ему. Конец цитаты. Если еврей освящает себя, подавляет свои страсти, боится неба и сознательно воздерживается от вожделений, он постепенно вообще перестанет жаждать греха. Пути святости станут для него естественными. Цитата. За это пусть всякий праведник молится во время, когда тебя можно найти. Таилин 32.6 Подведем итог. Еврейский народ избран Богом, чтобы стать святым, драгоценным, возвышенным народом, Божьим первенцем. Бог вселил в израильтян дух святости, которого лишены прочие народы, и отметил их особой любовью. Поэтому Израиль пребудет вовек. Бог никогда не заменит его на другой народ и уж тем более не упразднит Тору. Поскольку еврейский народ избран для святости, он должен постоянно стремиться к ней, развиваясь духовно. Поскольку очевидно, что святость не может соседствовать с нечистотой, Бог предписывает еврейскому народу важнейшую ценность. А вдала отделенность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok